Всем привет, друзья! Меня зовут Денис Поречко, и сегодня я хочу рассказать вам, почему лучший друг Питера Паркера из грядущей третьей части о приключениях Человека-паука может вдруг оказаться и не друг, и не враг, а так, Хобб Гоблин. Я надеюсь, что вы готовы? Мы начинаем прямо сейчас. Лидз, полное имя Эдвард, один из студентов Мидтаунской школы науки и технологий, и по совместительству лучший друг Питера Паркера в КВМ, это если что кинематографическая вселенная Марвел. После обнаружения того факта, что Питер и есть Человек-паук, Лидз сфокусировался на поддержке Паркера в его приключениях, так они вместе пытались найти стервятника в первой части, ну а после этого был щелчок. Который растворил нашего главного героя сегодняшнего ролика. Во второй же части фильма, уже после последствий щелчка и возвращения к живым, Нед всячески помогал сохранить личность Человека-паука, прикрывая отсутствие Питера Паркера во время битв с элементалями и Мистерио. Ну и как может этот милый, пухленький паренек и без всякого сомнения лучший друг Питера стать его врагом? И может ли вообще? Дружище, разбираем вместе все возможные варианты развития событий. Дружище, но прежде чем мы приступим, хочу сразу отметить тот факт, что мои наблюдения не являются истиной в последней инстанции, а не более чем СПГС и фантазии автора, которые увидеть на экране вероятнее всего не получится. Поэтому просьба отнестись к этому с пониманием, ну а также не забывай, что далее ты можешь увидеть спойлеры и услышать спойлеры к как уже вышедшим фильмам, так и еще к тем, которые собираются выйти. Поэтому, если ты готов и тебя ничего не пугает, то поехали! Все больше и больше знаков указывают на то, что Нед Лидс в исполнении очаровательного Джейкоба Баттлона может стать еще одним из уже многих потенциальных злодеев в киновселенной Марвел. Да-да, зловещая шестерка, я на вас смотрю. Как уже упоминалось ранее, Нед в кино изображает роль крайне хорошего друга Питера Паркера, однако его персонаж из комиксов далеко не такой дружелюбный. Стоит отметить, что в комиксах Нед был журналистом газеты Дэйли Бьюгл, в фильме это новостной портал thedailybugle.net, а также мужем Элизабет Брандт. Да-да, той самой девочке, с которой он мутил роман во второй части. В комиксах она, кстати, тоже журналистка, а некогда и бывшая секретарша той же Дэйли Бьюгл. В первоисточнике Нед был коллегой и преданным другом Питера Паркера, но позднее он стал известен не только как журналист, но и как злодей Хобб Гоблин. Хобб Гоблин во вселенной Марвел, по сути, этакий брат-близнец одного из самых опаснейших злодеев Паучка, Зеленого Гоблина. Эдакий Карнаж вместо Венома. It's gonna be carnage. И этакий Бэйби Йода Грогу вместо полноценного Йоду. В общем, аналогия, я думаю, понятна. Это персонаж, в свое время введенный в комиксы для того, чтобы разбавить так полюбившегося всем Зеленого Гоблина. Стоит, однако, упомянуть, что мантию Хобб Гоблина на себя примерял не только Нед Лидс, но и еще шесть человек помимо него в оригинальной комиксовой мультивселенной на Земле-616. И с этим была связана очень интересная детективная история, в которой Нед был скорее пешкой в большой игре, нежели реальной угрозой для Паучка. Позволь сделать еще одно небольшое отступление для преданных фанатов Марвел. Очень интересно лично мне было бы разобраться, так все-таки на какой же Земле происходит действие в киновселенной Марвел? На Земле-616, как утверждает Мистерия, или все-таки на Земле под номером 199999, как было заявлено уже до этого во многих других фильмах до этого? Какого твоего мнения на этот счет? Напиши в комментариях, дай мне знать, я буду тебе признателен. Но мы продолжаем. Как мы уже выяснили, не только Нед Лид скрывался под личиной этого злодея. Во вселенной 616 Земли он был марионеткой настоящего гоблина по имени Родерик Кингсли, который посредством промывки мозгов вынудил Неда стать им. Если вам интересна эта история, то рекомендую изучить следующие комиксы Spider-Man Hobgoblin Lives от первого до третьего выпуска, Amazing Spider-Man 238, который, к слову, сейчас стоит запредельных денег, в том числе, вероятнее всего, и из-за спекуляций, связанных с возможным альтер-эго Неда Лидса, ну а также Amazing Spider-Man номер 289, плюс Web of Spider-Man номер 30. Есть и много других комиксов, в которых упоминался гоблин от Лидса, но здесь я вам предложу воспользоваться гуглом или спросить подробности у меня в комментариях. Далее мы рассмотрим, какие именно факты говорят нам о том, что Нед Лидс может стать хобгоблином. Первым аргументом будет являться тот факт, что актер, который исполняет роль Неда, Джейкоб Батталан, похудел более чем на 45 килограмм, о чем он уведомляет нас в своем инстаграме. Конечно, это все может быть связано с простым желанием актера похудеть, но ведь это также и означает, что в фильме мы не увидим пухлого Неда, и он вполне может претендовать на роль злодея. Не то чтобы злодей не может быть упитанным, только посмотрите на Альфреда Малину в образе осьминога из второй части трилогии Рэйми. Но одно дело быть безумным ученым, которому для его злодеев нужны лишь металлические конечности щупальца, а другое – летать на глайдере и раскидываться бомбочками. Так что именно текущая внешность Джейкоба Батталана может намекать нам о появлении этого злодея в будущем. Второй факт опять-таки связан с актером, исполняющим роль Неда. Но только для этого факта нам придется вернуться в 2019 и 2017 года и сперва обратиться к одному из интервью, которое Джейкоб Батталан дал для портала ScreenRant.com. Так, в нем отвечая на вопрос о будущем персонажа и конкретно на вопрос о Хобб-Гоблине, он упомянул, что «Это еще больше подтверждает мою теорию о том, что Нед станет Хобб-Гоблином, но, хей, это было бы так классно, если бы они меня не убили при этом. Я надеюсь, что они меня оставят и сделают частью зловещей шестерки. Это всего лишь моя теория». В 2017 году в видеоинтервью порталу Fandom он также упоминает, что не отказался бы стать плохим и вообще хотел бы чистить зубы, как плохиш, летать на глайдере, будучи злодеем, и вообще делать всякие зловещие штуки. Третий пункт все еще связан с самим Недом, но на этот раз с нами заигрывает уже сама Marvel Studios, которая выкладывает в Instagram Stories Флэша Томпсона запись, на которой он сравнивает двух персонажей – Бетти Брандт и Неда Лидса, и все бы ничего. Да только пририсованный к Неду оранжевый колпак нам явно на что-то намекает. Четвертый пункт связан с наиболее вероятным появлением персонажей из других мультивселенных Марвел, уже известно, что в фильме абсолютно точно появится Альфред Муалина, Доктор Осминог из второй части трилогии от Сэма Рэйми, а также Джейми Фокс, исполнивший роль Электро в новом Человеке-пауке 2 «Высокое напряжение». Именно этот пункт позволит Марвел не убирать уже полюбившегося многим фанатам весельчака и друга Питера Паркера, а использовать Неда из альтернативных реальностей, в которых он как раз-таки и может быть плохишом. Ну как тебе факты, которые мне удалось найти? Согласись, что хоть и маленькая вероятность того, что это событие произойдет, но она все-таки имеется. А уж тем более в киновселенной Марвел, где, как подтверждается многолетней практикой, могут сбываться самые неожиданные теории. А как ты считаешь, станет ли Нед Лидс Хобб Гоблином? Не стесняйся, высказывай свое мнение в комментариях, мне будет интересно его узнать. Ну а также не стесняйся нажимать эту большую, сочную, жирную, красную, огроменную кнопку подписки для того, чтобы быть в курсе о выходе новых видосов на этом канале. Я буду тебе признатель. Ну а теперь давай вернемся все-таки к обсуждению Хобб Гоблина и посмотрим на то, каким же образом это может быть реализовано в том случае, если это действительно произойдет. Версия оригинального становления Хобб Гоблина. На мой взгляд, наилучший путь для Марвел это взять, да и адаптировать оригинальную историю из комиксов 1980-х годов. Хороший человек и друг Питера Паркера Нед становится пешкой в большой игре после того, как находит убежище реального Хобб Гоблина. Далее его берут в заложники и промывают мозги при помощи какого-либо устройства. После чего же Нед начинает мнить себя реальным Гоблином. Однако последствия промывки становятся все более заметными и он начинает терять контроль над своим психическим состоянием, из-за чего его жизнь идет под откос, брак распадается, ну и так далее. Это в комиксах. А в фильме, очевидно, более молодой Нед может поругаться с Питером, бросить школу и замкнуться в себе. Далее Лицо, по сути управляющее Недом, решает, что он ему уже больше не нужен и нанимает наемных убийц для того, чтобы те расправились с бедолагой. Здесь все может быть обыграно менее по-взрослому, так как это все-таки Марвел, а может быть и по-другому. В дальнейших же событиях Нед Лиц может стать одним из членов Зловещей Шестерки, может заменить самого Зеленого Гоблина или Мадефо, если тот вообще появится, а может быть просто показан, как отсылка к следующим фильмам о Паучке. Эта версия, на мой взгляд, является наиболее реальной, так как, по сути, обе версии Неда Лицо, как из комиксов, так и из фильмов, не являются плохими ребятами, что уже показано в фильме. Ну и также в этой версии есть промывка мозгов, которая не будет конфликтовать с закрепившимся уже образом положительного персонажа. Однако и тут есть проблема, которая возникнет в том случае, если Марвел решат пойти этим путем. И заключаться она будет в том, что им будет необходимо его убить. Так, в комиксовой версии, кончина Неда была одной из самых трагичных среди всех знакомых Питера Паркера. По сути, он погиб, так и не доказав всем свою невиновность к злодеяниям, которые он совершал, будучи в состоянии аффекта. Так что для вымышленной арки Хобб-Гоблина Неда лучше бы ему быть из параллельной мультивселенной. О чем мы, кстати, поговорим далее. Нед из другой реальности. Уже давно стало очевидно, что тема параллельных вселенных будет центральной в Человеке-пауке 3. Многие актеры, связанные с предыдущими франшизами о Паучке и не только о нем, возвращаются, чтобы отыграть свои старые роли. Уже упоминавшиеся ранее Джейми Фокс и Альфред Малина, а также Тоби Магуайр, Бенедикт Кэмбербэтч и Элизабет Уолсон, появление которых напрямую нам намекает о том, что последствия сериала Ванда Вижен или каких-то действий, совершенных еще юным паучком по неосторожности, будут иметь место и в третьей части приключений Паучка. Так что вполне реально допустить, что во вселенную КВМ заявятся нежелательные гости из других реальностей. Подобные пересечения уже были показаны в «Мстителях. Финал», где некоторые герои встречались со своими двойниками или копиями в другом возрасте. Например, Небула. А Кэпу даже приходилось сражаться со своей ранней версией из прошлого. Ну а что, если во вселенную к нашим героям попадет нет-злодей из будущего? Все реально, не так ли? Ну вот, а что менее реально, но все так же возможно, так это третья версия развития событий. Нед станет Хоп-гоблином по своей воле. Последствия щелчка Таноса и так уже создали достаточно большое количество проблем. Не все были готовы к возвращению своих жен и детей по прошествии пяти лет, а кто-то уже даже успел обзавестись новыми. Так и здесь. Вполне возможно, что на базе этих событий у Неда порвет крышу. К тому же, давайте не будем забывать, что по окончанию второго фильма он расстался с Бетти Брандт. И если Питеру и ей он сказал, что все окей и проблем никаких нет, то в душе он может переживать абсолютно другие эмоции. По итогам накопившийся стресс в виде возвращения после щелчка, а также достаточно опасная поездка и расставание с девушкой могут заставить Неда закрыться в себе и именно таким образом подготовить его к становлению тем самым Хоп-гоблином. И хоть эта версия является достаточно простой и туповатой реализацией Хоп-гоблина в фильме, есть еще одна, которую уж точно никто не будет ожидать от Марвел. Нед станет хорошим Хоп-гоблином. Да-да, вы не ослышались. Нед Лидс может стать хорошей версией комиксного злодея. Марвел очень часто любит менять некоторые вещи местами в угоду современной молодой аудитории, но при этом оставляя пасхалки для настоящих ветеранов. Так что вполне возможно, что даже если Нед и станет Хоп-гоблином, то он может решить помогать своему другу, а не бороться против него. Такое уже бывало в комиксах. И сам зеленый собрат Хоп-гоблина объединялся с паучком против нарастающих сил зла. Кто знает, может и в третьей части грядущего фильма мы сможем увидеть Неда не только в облике компьютерного напарника, навигатора и шутливого весельчака, но и в виде летающего союзника на глайдере, который будет поддерживать паучка с воздуха. Ну что же, на этой позитивной ноте и хотелось бы завершить сегодняшний выпуск. Надеюсь, что тебе понравилось и ты узнал что-то новое не только из киновселенной Марвел, но и из вселенной Человека-паука в частности. Если у тебя остались какие-то вопросы, то не стесняйся и задавай их в комментариях, ну а также не забывай подписываться на канал и ставить свой царский лукас. С тобой был Денис. Большое спасибо за просмотр. До встречи на просторах всемирной паутины.